С 23 по 25 марта в Москве состоялась пятая юбилейная международная конференция по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, организованная Роспотребнадзором совместно с объединенной программой ООН по ВИЧ-СПИДу. Это крупнейшее в регионе мероприятие по теме профилактики и лечения ВИЧ. На конференции собрались почти 2500 делегатов из 79 стран мира. В их числе ведущие мировые ученые, активисты, политики, гражданские лидеры и представители религиозных организаций. Между научными доказательствами и социальными преобразованиями необходимо построить мост. Но вы не сможете победить ВИЧ научными доказательствами. Люди их не понимают. Потому только религиозные организации могут построить этот мост и достигнуть людей в социальных кругах. Они могут бороться со стигмой и дискриминацией. А также социальная справедливость важна для религиозных организаций. Они должны призывать людей к лечению. Никто не может быть лишен возможности лечения. В этом роль религиозной организации. Столько, сколько очень некромко, очень корректно, ведя эту работу и абсолютно не афишируя, делает сегодня православная церковь, спасая людей, помогая людям, ухаживая за ними. Это, конечно, очень большой труд. И если у кого-то из вас появится желание после этого нашей встречи написать, я думаю, что это будет большой вклад в наше общее дело тоже. И слова благодарности тем людям, которые, еще раз говорю, совершенно не афишируют свое дело. Свои эти титанические труды это выполняют. Ну, здесь два аспекта. Во-первых, то, что вы делаете сегодня, помогает. Во-вторых, просвидетельская составляющая, которую вы делаете. И воскресные школы, и разные другие форумы. И сегодня мы на молодежной площадке, где в школе у нас параллельно молодежный форум, говорили о морали. Это, конечно, очень важно. И я хочу привести вам пример. В Российской Федерации уровень пораженности мужчин от 32 до 35 лет в 5 раз выше, чем среди по популяции. Вот вам ответ на ваш вопрос. Отсутствие сдерживающих факторов, где-то отсутствие семейных ценностей, это, безусловно, один из рисковых факторов. И этим тоже надо заниматься, этим занимаются конфессии, и низким за это поклон. На торжественном открытии было особо отмечено, что пятая конференция получилась самой масштабной из проводимых ранее, что позволит повысить эффективность принимаемых решений и поможет совершить прорыв в борьбе с эпидемией в регионе. В соответствии с новыми целями устойчивого развития ООН, необходимо внедрить все прогрессивные подходы в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, чтобы никого не оставить без внимания в противодействии эпидемии. Это позволит остановить рост новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе и покончить с эпидемией к 2030 году. Изменение общества. ВИЧ более не проблема. Я обладаю научными знаниями на этот счет. Как снизить эпидемический рост, как контролировать вирус. Но только научными знаниями невозможно победить социальную дискриминацию. Важно, чтобы беднейшие слои населения могли получать медицинскую помощь. И церковь должна сыграть здесь решающую роль. Для меня, как для христианина, очень важно, что здесь мы видим сопротивление многих людей. Потому что Бог принимает всех этих людей. Гомосексуалисты или наркоман – это не важно. Мы боремся против дискриминации. Мы боремся против предубежденности перед ВИЧ. ВИЧ – это не есть что-то особенное. Это такая же болезнь, как рак или туберкулез. И она должна лечиться. Мы прилагаем усилия, чтобы все люди смогли получить доступ к медицинскому обслуживанию, чтобы победить эту болезнь. Главная особенность сегодняшней конференции – широкий международный обхват и большое представительство стран БРИКС, а также участие представителей традиционных религий данного региона, в числе которых все ветви христианства, иудаизма, ислама и буддизма. Впервые был рассмотрен опыт религиозных организаций в области противодействия эпидемии ВИЧ-СПИД. Под одноименным названием в первый день конференции прошла одна из параллельных сессий. Я думаю, что участие церкви в данной проблеме неизбежно, потому что проблема наркомании, так же, как и проблема ВИЧ – это проблема духовная. Вообще говорится, что наркомания – это биопсихо-социо-духовное заболевание. И духовность, на самом деле, как и церковь, стоит здесь на первом месте. Я считаю, что мы должны работать в области ВИЧ-инфекции более наступательно и начинать эту работу до того, как люди получат эту инфекцию. То есть начинать мы должны с воспитания, духовного воспитания, христианского воспитания, наверное, с детского сада. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы избегать каких-то проблем и в наших общинах, проводить профилактическую работу, озадачить наших верующих и священнослужителей в регионах о том, чтобы они эту работу проводили. Потому что такой вопрос, как спецдиссидент, конечно, актуален, и нужно делать все возможное для того, чтобы этот вопрос и проблему искоренять. Большинство работ на межрелигиозном поле в деле борьбы с распространением ВИЧ осуществлял Межкомвестициональный комитет по проблемам ВИЧ-спид в России. С момента своей организации в 2004 году комитет прошел очень сложный путь, практически открыв новую страницу в социальной деятельности религиозных общин. В 2009 году президент Российской Федерации отметил деятельность комитета как одно из важнейших органов, осуществляющего реальную связь религиозных структур, а также координирующую свою работу с общественными и государственными органами различных уровней. Участники этого комитета и гости конференции смогли презентовать уникальный многолетний опыт профилактики и помощи в лечении ВИЧ-спида. Этот семинар был межрелигиозным, присутствовали представители разных религиозных конфессий. И проблема насущна. Верующие люди неравнодушны к этой теме. Люди верующие пытаются оказать любовь, проявить любовь, оказать помощь ВИЧ-инфицированным, но и воздействовать вообще на обстановку в стране. Ведь эпидемия ВИЧ-спида основана на рискованном поведении. А рискованное поведение – это, по сути, безнравственное поведение. Здесь, мне кажется, религиозным организациям есть возможность для такой самореализации, есть что делать, есть эта возможность хорошей и глубокой работы. В ходе нынешнего семинара, вот сегодня, например, уже озвучен целый ряд проблем, которые могли бы стать предметом большой межрелигиозной конференции. Уже назрели такие темы, которые нам надо сообщать, решать в дальнейшем. Религиозные организации имеют богатый опыт в области реабилитации нарко- и алкозависимых, которые являются одной из самых уязвимых групп риска инфицирования ВИЧ. Христианская реабилитация – духовное восстановление и профилактические программы. Сессия, которая привлекла внимание не только представителей разных реабилитационных центров, но и медицинское научное сообщество. Участие в реабилитации наркозависимых и вообще зависимых людей от различных психоактивных веществ – это очень сложная и большая проблема. И то, что различные конфессии принимают в этом участие, и тем более принимает участие Русская Православная Церковь, это имеет большое значение. И мы уже сейчас видим определенный эффект от этой работы, касающийся продолжительности ремиссий, влечения людей в реабилитационные программы и, в общем, улучшения качества жизни этих пациентов. Уже третий раз участвуем в таком формате обсуждений. И, понимаете, это очень важная вещь, потому что здесь именно та площадка, где мы можем обмениваться опытом именно с точки зрения межконфессионального обмена, межконфессиональных бесед, о том, какие у нас есть наработки в этом деле, какие наработки есть, скажем, в Русской Православной Церкви. Данная проблема, она касается сегодня людей, которые являются представителями разных конфессий, разных национальностей. И сегодня уже многие понимают, что с этой проблемой надо бороться вместе. И мне было очень приятно слышать то, что представители различных конфессий, динаминаций говорили и делали призыв именно, чтобы консолидировать те усилия, которые мы прикладываем в этой сфере деятельности. Главный лейтмотив встречи – объединение. Только совместные усилия, направленные на разработку эффективных стратегий, позволят увеличить охват лечением и профилактикой. Людей, потребляющих наркотические препараты, к сожалению, не становится меньше, по крайней мере, глобально. Изобретаются все новые и новые виды наркотиков и других психоактивных препаратов. И я хочу сказать, что нам всем, всем энтузиастам, всем подвижникам, независимо от национальной принадлежности, религиозной, конфессиональной идеологии и убеждений, сегодня, как никогда раньше, важно объединить свои усилия, протянуть руку друг к другу и подставить друг к другу плечо. Только вместе мы сможем справиться. Уже на следующий день состоялось уникальное мероприятие. В рамках конференции удалось провести сессию по экспресс-картографированию деятельностей религиозных организаций в области ВИЧ-СПИД и профилактики наркомании. Уникальность этого действия состояла в том, что в него были вовлечены разные религиозные группы. Христианские конфессии, иудаизм и ислам. Эта работа поможет участникам правильно идентифицировать себя в пространстве своей деятельности, а также поможет государственным органам увидеть тот существенный объем работы, который проделывают религиозные организации в сфере противодействия эпидемии. Такое действие было произведено впервые. Мы сделали географическую карту. Вы видите регионы, которые охватили религиозные организации в своей деятельности. Эти регионы не только в нашей стране, но практически и по всему миру. Это уникальное действие впервые было произведено. Участвовали христиане, иудеи, мусульмане, и все занимаются этой предметной областью. Другая технология, которую мы использовали, это репид форсайт. Нам, конечно, пришлось его редуцировать и сделать экспресс форсайт. Мы сделали картографирование временное и немного заглянули в будущее по деятельности религиозных организаций в области ВИЧ-спида и профилактики наркомании. В завершающий день конференции много внимания было уделено формированию эффективной информационной политики, которая должна быть непосредственно направлена на целевые группы. Благодаря таким людям, как Вера Брежнева и Стас Пьеха, удается не просто привлечь внимание к проблеме ВИЧ-спида, но и ввести профилактическую работу, которая показывает положительные результаты. Единственное, что мы можем сделать, это своим примером. То, как ты живешь, то, как ты относишься к людям, то, как ты... Вот я воспитываю свою дочь абсолютно на своем примере, и моя дочь смотрится, моя дочь интересуется проблемами ВИЧ, она интересуется, как люди с ВИЧ живут, как люди с ВИЧ находят себя в социуме, и очень важно, чтобы у нас ответственные были взрослые, для того, чтобы передавать эту тему. Но иногда взрослые не всегда компетентны, хотя можно передавать это на своем примере, иногда взрослые некомпетентны, и вот тут духовные лидеры, конечно, они нам помогают. На церемонии закрытия были подведены итоги конференции по направлениям наука и медицина, гражданское общество, содействие международному развитию и социально ответственное предпринимательство. В церкви играют важную роль, потому что они направляют нас и помогают принять правильное решение. Я думаю, церковь очень полезна и показывает верный путь и правильное поведение в этом вопросе. В моей стране церковь очень открыта к профилактике ВИЧ. Церковь открыто говорит людям о том, что важно использовать презервативы. Если ты молодой человек и хочешь вступить с кем-то в отношения, ты должен осознавать и хорошую сторону этого, но также и возможные риски. Да, церковь в моей стране говорит о риске заражения СПИДом. Конференция продемонстрировала, что залогом эффективного противодействия эпидемии ВИЧ в странах региона и обеспечения равного, непрерывного и всеобщего доступа к лечению и профилактике является тесное сотрудничество различных секторов общества. И религиозные организации, осуществляя духовную и практическую помощь и поддержку, занимают далеко не последнее место. В этой конференции самое активное участие принимали представители мусульманских, иудейских и христианских религиозных организаций. Провели в общей сложности три мероприятия. Особое внимание участниками конференции было уделено такой проблеме, как, собственно говоря, духовно-нравственная составляющая нашей работы по преодолению эпидемии ВИЧ-спита. И было неоднократно отмечено, что важной составляющей нашей деятельности является как раз работа по сохранению духовно-нравственных ценностей в нашем обществе, воспитанию подрастающего поколения в духе сохранения этих ценностей и выбора здорового образа жизни. На открытии конференции выступал представитель Русской Православной Церкви, епископ Мефодий Каменский-Алапаевский, который этому моменту уделил особое внимание в своем выступлении. И следует сказать, что религиозные организации внесли свой вклад не только в проведение и подготовку этой конференции, но и в формулирование тех рекомендаций, которые выйдут в виде итогового документа и будут содержать обращения и рекомендации для работы как государственных, общественных организаций, международных организаций, так и религиозного сообщества. Информационное бюро «Спектр», Москва.